У вас есть политические амбиции? Хотите когда-нибудь попасть во власть и стать долларовым миллионером? Хотите мгновенно разбогатеть и не иметь проблем с законом? Тогда посмотрите этот документальный фильм, и вы узнаете, как государство способствовало краже одного миллиарда долларов, полностью изменяя целые законы, сотни актов, документов, которые рождались за одну ночь. И всё это, казалось бы, совершенно законно, но с одним единственным общим эпилогом, уже вошедшим в современную историю нашей страны. Минус один миллиард из страны и плюс один миллиард в карманах тех, кто у власти. Эффект толпы. Всё началось с этого. Создание паники в обществе. Как сделать так, чтобы в ложь поверили все? Всё очень просто. Распространяешь ложь таким образом, чтобы она впоследствии звучала из лагеря оппозиции. После того, как молдаване окончательно вернулись с зимних каникул 2012-2013 года, в конце января неожиданно на публику выходит с пресс-конференции муниципальный советник по имени Виктор Гурео, член оппозиционной партии, партии коммунистов. Или обвинения выдвинутой оппозиции заслуживают меньшего доверия? Но это мы разъясним ниже. Так вот, на этой самой пресс-конференции указанный господин рассказывает о том, что банка де экономи находится на грани банкротства. А для того, чтобы информация выглядела хоть маломальски достоверно, господин Гурео ссылается на отчёт Международного валютного фонда, документ которой до настоящего времени так никто и не видел, так как его попросту не существует. Всем известен факт, в нашей стране практически вся пресса политически контролируется. Поэтому, когда в СМИ звучат настолько серьёзные обвинения, данные средства массовой информации позволяют себе прокручивать подобную информацию только если это требование их руководства. На этот раз начальство потребовало не только осветить пресси конференцию опозиционного персонажа, но и организовать десятки телевизионных передач об этом, взять сотни интервью. И всё это с одной единственной целью, чтобы перепуганные вкладчики банка де экономи в панике бросились в массовом порядке забирать свои вклады, что в итоге привело банка де экономи к банкротству. А теперь догадайтесь о каких телевизионных каналах идёт речь. На седиул центральный банщи де экономии сау формат кости дизи де диминеаѣа. Омении comentава ун шоаптă звонуриле. На иширеа дим банка, оменіи ёу ёо же ТЕМЩА НАУ СЌ Пиарда экономииле. Для чего была нужна эта паника? Все очень просто. Чтобы можно было продать государственный банк частному лицу. Опережая события, знаете кто это частное лицо? Илан Шор. Он уже наложил свою лапу на Унибанк и Банка Сучала примерно в этот же период. Таких пугающих новостей и похожей тональности передач было настолько много, что не прошло и двух недель, и действия прессы, контролируемые нынешним председателем Демпартии Владимиром Плохотнюком, возымели эффект. На сцене появляется президент Национального банка Дарин Драгуцану, который заявляет то, что не хотят слышать люди, которые не были вовлечены в данную схему. А именно, что Банка Деэкономии столкнулась с фактами массовых снятий депозитов. И для восстановления доверия к банку и во избежание его ликвидации необходимо в срочном порядке и в кратчайшие сроки принять решение по капитализации банка. Однозначная и незамедлительная поддержка со стороны государства – единственный способ спасти Банка Деэкономии от краха, заявлял тогда президент Национального банка. Сказано – сделано. Ближе к концу февраля 2013 года для анализа ситуации, сложившейся в Банке Деэкономии, парламент создает Следственную комиссию, которая должна была предложить ряд необходимых решений по выходу из кризиса. В это время в Кишиневе начинается политическое землетрясение, приведшее к отставке правительства Филата, а впоследствии и к созданию обновленного старого альянса, утверждению правительства Лянка, которому, между прочим, отводится наиважнейшая роль во всей этой схеме. И вот как именно все начинается. На очередном заседании правительства от 19 июня 2013 года, всего лишь за два дня до предоставления отчета парламентской следственной комиссии, министр экономики Валерий Лазер предлагает проект решения, который звучит следующим образом – об утверждении положения о привлечении инвестиций в коммерческие общества с публичным или публично-частным капиталом. Мы были в исключительной платформе более представительной и более transparentной платформе, и, в исключительной платформе, мы предлагаем, что не инвентим о платформе новой. Есть такая платформа, которая называется «Комиссия Примеда организация и дешевлешорация конкурсулей коммерческой и инвестициональной приватизации публичности. И, в основном, проектова пропуске является обязательной этой комиссии, с древним решением, чтобы решить процесс, в том числе, на который я говорил». Суть происходящего, если упростить сказанное тогдашним министром экономики, выглядит следующим образом. Государство легализует захват Иланом Шором, Банка для экономии. Для этого правительство уполномочило де-факто несуществующую комиссию организовать официальную передачу банка от государства в частные руки, то есть, в конечном итоге, Илану Шору. Но вот появляется и отчет парламентской следственной комиссии, которая рекомендовала все, что только можно было порекомендовать. Либо национализация Банка для экономии, либо уступку контроля частному инвестору с сохранением блокирующегося государством пакета. Либо государство вытаскивает из своего кармана деньги для спасения банка и погашает задолженности, накопленные государственными предприятиями перед Банкой для экономии. В итоге парламент, естественно, не принимает решения, какие из перечисленных рекомендаций Следственной комиссии наиболее своевременные и передает эту проблему правительству. А правительство Лианка, как и было сказано, не предпринимает никаких действий и передает полномочия для принятия решения по этому вопросу комиссии, также созданной правительством немного ранее. И посмотрите, как аргументирует тогдашний пример решение передачи полномочий другому органу. Читаем из письма Лианка, отправленного министру финансов. Принятие решений по данному вопросу не входит в компетенцию правительства и является прерогативой конкурсной комиссии. Конец цитаты. Проще говоря, правительство заявляет, что не оно решает, кому решать, а комиссия, созданная тем же правительством. Иронично и трусливо, не так ли? А эта комиссия работает так самоотверженно, что уже до конца августа Банка для экономии переходит в руки Лана Шора. Но Канду выше уверял нас в другом. Но это была ложь. Данные предложения так и не вопали в парламент для принятия того или иного решения, как было обещано нам господином Канду. В то же самое время, демократическая партия говорит по телевидению, что то, что было сделано, сугубо во благо народа, и что Банка для экономии был спасен. Адриан Ганд уже заявил, что государство рисковало потерять 1 млрд леев, если бы Банк не был отдан в руки Шору. Потеряли бы 1 млрд леев, если бы не национализировали Банк? Мы согласны. Чем потерять 13 млрд и те украдеными, тогда уж было бы лучше потерять 1 млрд и остаться с 12-ю, да еще и с живым и, возможно, функционирующим банком. А в результате на плечи народа фактически повесили не 1 млрд леев, как боялся Канду, а даже больше, чем 13 млрд леев, плюс проценты и пеня. Но не верьте, что между парламентом и правительством возникло недопонимание из-за того, что парламент направил правительству запрос о поиске решения по данной проблеме, а правительство потребовало этого от специальной комиссии. Наоборот, и даже более того, рука руку моет. Таким образом, решения, предложенные комиссией, созданные правительством, были представлены в парламенте в октябре 2013 года. Депутаты просто принимают предложения к сведению и не только легализуют посредством голосования переход банка в частные руки, но и аплодируя, констатируют в официальном документе, что ситуация в банке де экономии восстановлена и находится под контролем. Занавес, бурные овации, антракт. То, что вы видели до сих пор, лишь прелюдия. Только-только запустили нечистую руку в государственный банк. При помощи государства, с использованием власти и вовлечением прессы, контролируемой этой властью. И вот начинается кража миллиарда. Итак, Илан Шор уже официально контролирует три банка. Банка де экономии, банка Сучала и Унибанк. Однако, ввиду того, что ты не можешь воровать из банков открыто, да еще и так, чтобы комар носа не подточил, все действия и дальше должны были производиться с видимостью соблюдения законности, что, без сомнения, было бы невозможно без поддержки государственных учреждений. Схема проста. Используя эти три своих банка, Илан Шор жонглирует деньгами этих банков, выдавая по кругу один другому межбанковские кредиты. Но в размерах, не только значительно превышающих установленные законом нормативы, а даже суммами, которыми данные банки вообще не располагают. Национальным банком была регламентирована выдача кредитов, которые, согласно данной норме, могут выдаваться на сумму, не превышающей 15% от всего, чем в целом данный банк располагает. Проще говоря, если банк владеет общей суммой в 100 лев, то максимальная сумма выдаваемых им кредитов не может превышать 15 лев. И тут происходит апогей наглости. Люди Илана Шора опротестовывают в суде данные ограничения Насбанка. И, внимание, суть сектора Рыжка и муниципе Кишинео удовлетворяет их требования и обязывает Насбанк разрешить банкам выдавать кредиты друг другу, не лимитируя суммы, а сколько они сами посчитают нужными, невзирая на то, имеются ли у них в наличии такие суммы или нет. Более того, банкам теперь позволено выводить из страны денежные средства в неограниченном размере и без какого-либо на то законного препятствия. Вот так была легализована незаконная схема вывода денег из нашей страны. Но так как Национальный банк не хочет быть впоследствии обвиненным во всех грехах, они тут же обжалуют решение суда Рыжкань в апелляционной палате и даже выигрывают это дело. Но люди Илана Шора снова обращаются в ту же судебную инстанцию с теми же требованиями и снова выигрывают. В последний день июля 2014 года, то есть в преддверии каникул и отпусков, Национальный банк еще раз обращается в апелляционную палату. Однако на этот раз апелляционная палата несколько раз откладывает принятие решения. И так вплоть до 1 декабря 2014 года, когда было принято решение в пользу Национального банка. Знаете, почему эта мнимая победа Национального банка уже не имела никакого значения? Да потому что денег уже не было в стране. Нет, конечно же, такие суммы не могут быть похищены на основании одного лишь решения суда, даже если это решение и выходит за рамки разумного. Тут не обошлось и без содействия службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Ведь именно это учреждение занимается мониторингом движений страны всех больших денежных сумм. А если замечается что-либо подозрительное, достаточно одного простого нажатия на кнопку, чтобы сомнительная транзакция была заблокирована. Мы уже говорили, что да, судебные инстанции имеют большие полномочия. Но для такой схемы их недостаточно. И вот в итоге мы добрались и до правительства. Правительство Лянка. Тот же июль 2014 года. Премьер созывает внеочередное заседание, в том числе и для утверждения путем взятия ответственности проекта закона, который, если верить пафосным речам Юрия Лянка, принимается сугубо во благо народа. Кстати, взятие правительством на себя ответственности по принятию закона означает, что этот закон будет вынесен на голосование без того, чтобы он прошел через рассмотрение депутатским корпусом и специализированными парламентскими комитетами. А знаете, что предполагало это изменение закона, которое не было обсуждено в парламенте во избежание лишних вопросов от оппозиции и которое, как убеждал Лянка, так жаждал народ? Благодаря этой инициативе правительства, если служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обнаружит, что по официальным, но в то же время весьма подозрительным каналам из страны выводятся денежные средства и заблокируют эти транзакции одним нажатием специальной кнопки, тогда бизнесмены смогут незамедлительно обратиться в суд. А пока судьи рассматривали эти дела, деньги беспрепятственно выводились и выводились из Молдовы. Однако премьер Лянка и в парламенте заявил, что все, что было предпринято, сделано на благо страны. Таким образом, у нас есть два важных решения государственных органов, которые позволили, как бы странно это ни прозвучало, кражу миллиарда, да так, что правоохранительные органы не имели возможности вмешаться. Первое. Решением судебной инстанции постановили, что банки могут выводить деньги в неограниченном количестве и в любом направлении. И второе. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег больше не имеет тех неограниченных полномочий, которые имела ранее. Используя протянутую государством руку и поддержку самого влиятельного в нашей стране человека, руководитель Банка де экономии, Банка Сучала и Унибанк и Ланшор получают карт-бланш распоряжаться деньгами этих трех банков, выводить их из страны так, как он пожелает. Может, мы и живем в государстве, где и закон не закон. Но все же то, что прописано в законах, невозможно игнорировать полностью. И невозможно грузовиками вывозить из банков такие суммы денег без обеспечения их покрытия. И тут вновь вмешивается правительство Лянка. Прекрасным утром 25 сентября 2014 года, то есть за два месяца до кражи века, проводится заседание правительства, незапланированное и внеочередное. Здесь, Кабинет Министров принимает на себе ответственность за семь проектов законов. Другими словами, принимают эти дополнения к законам снова минуя парламент, чтобы сделать все как можно быстрее. ГУВЕРНУЛЬ СИА СОМАТ РАСПУДЕРА СИН ПРИВИНТА УНУЙ ПРОЕКТ ДЕЛЕГЕ КАРАЙ ОФЕРО ЭКЗЕКУТИИ ЛЕГАЛЕ СУФИЦИИ ЛЕГАЛЕ СУФИЧЕНТЕ ПЕНТУ А ИНТЕРВЕНИ ПРОМТ ПРОМТ НА СИТУАТЬИИ ДЕКРИЗЕ ФИНАНЦИАРА. ДОКУМЕНТУЛЬ ПЕРМИТЕ БАНЦИИ НАТИОНАЛА СЕ ПРЕЛУНЖЕАСКА МОРАТОРИУЛЬЮ КУНЦА ДУА ЛУНИ ИН СИТУАТЬИИ ДЕКРИЗЕ ФИНАНЦИАРА СИСТЕМИКА. ПРОЕКТУЛЬ ДЕЛЕГЕ ПЕРМИТЕ СИ УРГЕНТАРА ИМПЛЕМЕНТАРИИ РЕКОМАНДАРИИЛОР БАНЦИИ МОНДИАЛЕ СИ ФОНДУЛУЙ МОНЕТАРИИ ПРОЕКТУЛЬ ДЕКРИЗЕ ФИНАНЦИОНАЛА ЗВУЩИТ ОЧЕН КРАСИВА, НИ ТАК ЛИ? ВРОДИ ВСЮ ДЕСТВИТЕЛЬНЫ ВЫГЛЕДИ КАК ЗАБОТА НА РОДЕ. А ЗНАЙТИ ЧТО НАСАМАМ ДЕЛЕ СДЕЛАЛИ ПРЕСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ В ЭТА ДЕНЬ? ПАМЕНЯВ СЛАВА МЕСТАМИ, ЖАНГЛИРУЯ ИХ СМЫСЛАМ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЯНКО ВЫНЕСЛО РЕШЕНИЕ, ЧТО ВПРЕДЬ ИМЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВО, А НИ ПАРЛАМЕНТ, БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ. То есть ни с того ни с сего, якобы даже не осознавая и не предполагая, что кто-то когда-нибудь может похитить у государства миллиарды, власть вдруг принимает решение. Если откуда ни возьмись возникнет опасность банковского кризиса, то правительство берет на себя обязательство предоставить на решение этой проблемы деньги из государственного кармана. Но это не потому, что парламент не смог бы справиться с этой функцией. Они все равно владеют большинством голосов. Просто депутаты от оппозиции и скандал устроить могут. Это при том, что в парламенте постоянно присутствует пресса. Она может быть не к месту проинформирована. Деконспирация, одним словом. А вот когда государственные миллиарды предоставляются в качестве гарантий именно правительством, то все осуществляется путем простого поднятия руки на заседании правительства. Ведь они все из одного лагеря. Даже журналисты не всегда понимают, что именно было принято. А еще можно и за закрытыми дверями, то есть под грифом «Секретно». Таким образом, после того, как правительство голосует этим утром «за», премьер после обеда идет в парламент, согласно требованию закона, чтобы проинформировать депутатов о принятом решении. И знаете, до чего дело дошло? То, что утвердили утром в правительстве, а после обеда приняли к сведению в парламенте, на этот момент уже было опубликовано в монитору лофичал, напечатанном прошедшей ночью. Существует... Существует... ...как те нормативы, ...адоптаты ази, ...прекум ка, ...да, ...де гуверн, ...ази, ...сосят, ...публикаты в монитору, ...cu дата, ...de ази. ... ... ...соу, ...ели, ...и, ...промиси, ...и ази, ...прокум ка, ...лако, ...и, ...посибил. Пускай, ...презид ...проведенция, ...провед relentио, ...депридом, ...проведенцио, ...проведенцио, ...соу, ...соу, ...проект, ...премьеру за поздравление, ...но мы не можем вам не напомнить, что в течение этих пяти счастливых лет, о которых говорил премьер, в очень короткий срок, а точнее за неделю до и неделю после того, как власть изменяет закон об государственных гарантиях, Илан Шор открывает десятки офшорных компаний, посредством которых был украден миллиард. Закон, ради которого Лянко пришел в парламент, потому что почувствовал банковский кризис? Говоря проще, либо Илан Шор знал, каким образом власть поменяет закон, чтобы можно было легко украсть, либо же государство знало, что намеревается делать Шор, и посредством закона предоставило ему все возможности для этого. Это уже чересчур, господа. Проходит полтора месяца, и вот мы становимся зрителями следующего акта этой пьесы, который разворачивается на одном из самых громких заседаний правительства. Правда, громким оно стало только после того, как все узнали о краже века. Пятница. Вечер, 7 ноября 2014 года. Министры собираются на заседании. Власть так хорошо предчувствовала месяц назад опасность ограбления государства, что для того, чтобы якобы спасти банки от банкротства, даже изменила ряд законов. Таким образом, Национальный комитет по финансовой стабильности в лице премьера Лянко, президента Нацбанка Драгуцана, министра экономики Кандо, министра финансов Арапу и генеральный прокурор Гурин требуют от правительства разрешить Национальному банку предоставить Банка для экономии, Банка Сочала и Унибанк, принадлежащих Шору, экстренные кредиты в размере 9,5 миллиардов леев. А в случае, если эти деньги пропадут, правительство должно будет гарантировать государственными деньгами возврат этой суммы Национальному банку. Потребовали и получили. Правительство отдает себя на заклание. А Нацбанк народными деньгами выдает трем вышеуказанным банкам примара Аргеева денежные средства в размере 9,5 миллиардов леев. С этого дня и до 27 ноября 2014 года включительно, то есть в течение 20 дней, с Банка для экономии, принадлежащего Шору, исчезают 13 миллиардов леев, что на тот момент составляло 1 миллиард долларов США. Как говорится, после драки кулаками не машут. Каким образом Шор использовал похищенные деньги, мы уже аргументированно вам показали в предыдущем документальном фильме. Кратко напомним. Шор за счет похищенных денег погашает свои кредиты, полученные в 2013 и 2014 годах, и приступает к покупкам. Приобретает пакет акций Виктория Банк и здание в центре Кишинева. Здесь давайте немного приоткроем скобки. Когда государство под давлением гражданских протестов было вынуждено что-то предпринять, оно взялось за Шора, который, пытаясь отвести от себя подозрения и оправдать совершенные им хищения, в 2016 году заявил, что часть денежных средств из банков он взял, чтобы одолжить их бизнесмену Вячеславу Платону. Эти необоснованные обвинения оказались настолько выгодными для основного оппонента Платона, Владимира Плохотнюка, что первого уже даже успели приговорить к тюрьме за то, что он якобы получил часть из украденного миллиарда. Речь идет о 860 миллионах леев. Разработать такую схему с вовлечением всех государственных органов и заявить, что все было осуществлено только для того, чтобы дать кому-то взаймы сумму в размере 7% от миллиарда долларов, звучит не просто неправдоподобно, но как минимум абсурдно. Кстати, в отношении Платона через некоторое время возбудили еще одно уголовное дело, потому что побоялись, что первое недостаточно правдоподобно. Телевизионные каналы, контролируемые Демпартией, всячески демонстрируют, что Платон имеет отношение к этим деньгам. Но он предоставляет достаточные доказательства, которые четко и ясно демонстрируют, кто именно и что совершил, кто и с кем действовал в сговоре в краже века, где, в конце концов, украденные деньги. Но нет, суди даже слышать этого не хотят. А когда Платон начинает чересчур много говорить на судебных заседаниях, то его вообще удаляют из зала суда, из его собственного процесса. И заседание в дальнейшем проходит за закрытыми дверями. То есть не дай бог, чтобы пресса вдруг услышала то, что разглашается в ходе процесса, так как имена Плохотнюка и Шора давно стали антонимами правды. Итак, продолжим. В этот вышеуказанный период, когда судьи решали, что банки могут делать со своими деньгами все, что захотят, одалживать, переводить, снимать, выводить, в то время, когда правительство на своих заседаниях выносило сомнительные решения, когда парламент только принимал к сведению то, что тогда происходило, а депутаты шутили, Высшая судебная палата день за днем откладывала судебные заседания по вопросу о национализации Банка де Экономии. И только тогда, когда в Банке де Экономии не осталось ни одного лея и воровать было уже нечего, Высшая судебная палата за три дня до парламентских выборов 27 ноября 2014 года принимает решение о возвращении Банка де Экономии домой к маме, то есть государству. Правда уже в обанкроченном и разграбленном состоянии. Абсолютно никому не нужно. В этот момент, в этот момент, штат контролирует снова пакет мажоритарный Банка де Экономии. Активитата банки де Экономии се десешуаре в режим нормал. Пресс-конференция президента национального банка прозвучала победоносна. Он настойчиво подчеркнул, что в работе Банка де Экономии все нормально. Однако он забыл упомянуть об одной мелочи, об одной маленькой детали. Банка де Экономии уже была мертвым, будучи погребенным совместными усилиями бизнесменов и представителей власти, что так просто подтверждено в данном документальном фильме. Но то, что просто сейчас происходит в парламенте, а детали за которыми скрывается дьявол вместе с деньгами находятся совсем в другом месте. И то, что вы увидели, а именно использование судебной системы, правительства, парламента и других государственных органов называется «захват государственной власти». Ночиона де узурпара Путеррии де Стат это проведута в Легеа Супрема, где се прецизе за что акцинилия де acест ген constitуя циа май грава крима импотрива попору. Узурпара Путеррии де Стат предоеда педапса пенала. Конституция Молдовы стипулеаза что «суверанитета национала партиня попору, которая о exercитах в моде директ и прин органели сале «репрезентатива». Ничи о персоне particular, ничи о парте din попор, ничи у группа social, ничи у партии политик са у алтой формацію неопштеаска ну поата exercита Путеррии де Стат в нуме праву. Узурпара Путеррии де Стат конституе циа май грава крима импотрива попору, и, са май спун, в Легеа Супрема. Потривит кодулу пенала, акцинилила савушите в скопу узурпарии сау менцинерии форсата Путеррии де Стат, ку-нкалкара предъедарилор Конституції, се педапсеск и, са май грава, дала 10 ла 15 ла 15 ла. Докамдата, нимен в Република Молдова ну а фост кондамнат пенту узурпара Путеррии де Стат.